всем привет сегодня хочу сделать себе компьютерный стол использовать буду фанеру и буду учиться варить металл приятного просмотра значит ширина у нас должна быть 600 на метр следующее отпилим еще несколько частей так следующая часть нам нужно с запилом под 45 градусов так и еще четыре полосочки нужны для того чтобы укрепить нашу столешницу так можно перейти к основной части подстолья так для начала выберем лицу и стороны понятно вот это лицевая остается страна сделаю небольшой припуску наши планки потому что потом буду дорабатывать края фрейзером и выравнивать по столешнице так пока прикрутим на черновую просто смореза без клея значит основа у нас есть пока что перейду к сварке а то ее надо отдать уже возьму кусочек LDSP чтобы было поровнее у нас сварка так я использую бушный полуторасантиметровый профиль поэтому надо его отторцевать чтобы краешек был более или менее хотя бы высота нашего подстолья 740 миллиметров в общем то нам нужно четыре таких стоечки четыре есть дальше четыре детальки по 48 и 7 и две детальки по 89 далее зачищаем металл на местах сварки и варим так для начала потренируюсь два года uestos среди Смотрите продолжение в следующей части. 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 Откручиваем наши планки. Далее переходим к верхней части нашего стола. Смотрите продолжение в следующей части. В общем, перед тем, как засверлиться, наверное, сначала зашлифую. Фанера у нас низкосортная, поэтому начну с 80-го зерна, а там уже посмотрим, докуда дойдет. Забыл сделать отверстие для проводов с задней стенки. Значит, верхнюю крышку я буду крепить на косой шуруп. Всю эту конструкцию к столешнице просто с обратной стороны саморезами. Так, верхушку прикрутили. Остается прикрутить планки. Смотрите продолжение в следующей части. Так, теперь подровняем нашу столешницу, чтобы наши планки со столешницы были один уровень, воспользуясь копировальной фрезой. Смотрите продолжение в следующей части. Так, ну все, шлифовка закончена. Сейчас покрываю маслом. Смотрите продолжение в следующей части. После масла прошелся еще раз 320-м зерном. Тем самым масло перемешалось с древесной пылью и забило все мельчайшие поры. И поверхность стала похожа, знаете, на затертую ручку от молотка. Осталось прикрутить под столик нашей столешницы и он готов. Результат вы увидите далее. А на этом, наверное, все. Спасибо за внимание. Кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал. Увидимся в следующем ролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok